Ошибка при воспроизведении записи. Пишет тебе приложение ВКонтакте. Да-да, кто-то еще слушает музыку через ВКонтакте. Соответственно, первое, что нужно проверить для того, чтобы избавиться от этой ошибки, это версию приложения ВКонтакте. Дело в том, что ВКонтакте ввела ряд ограничений на использование собственной музыки, в частности, по скачиванию, то есть кэшированию музыки, а также по фоновому прослушиванию этой самой музыки. И некоторые, пытаясь обойти эти ограничения, устанавливают более старую версию приложения ВКонтакте, где все еще работает. ВКонтакте потихоньку прикрывает эту дыру, соответственно, рано или поздно придется обновить приложение. Ошибка, правда, в этом случае немножечко другая, но тем не менее на старых версиях аудиозаписи не работают. Как не работают они и во всяких сторонних клиентах. Это бесконечная гонка вооружений, их там то чинят, то вновь ломают, и я думаю, в конце концов, ВКонтакте всех забодает. Перед тем, как будешь обновлять, попробуй стереть ему данные и кэш. Это не помешает ни ссы, ничего не удалится. Соответственно, если новая версия приложения не помогла, то проверь, правильно ли на твоем телефоне установлена дата и часовой пояс. Дело в том, что верная дата, верный часовой пояс и верное время необходимы для установки защищенного соединения. Это, кстати, тоже интересный момент, потому что некоторые, пытаясь обойти ограничения на прослушивание фоновой музыки, переводят дату на телефоне, после чего перестают работать все защищенные соединения. Например, перестанет работать другое твое любимое говно, инсталлитор. Соответственно, чтобы точно установить правильную дату, на телефоне в браузере открываешь сайт 2ip.ru, он тебе покажет город, к которому привязан твой IP-адрес. Соответственно, узнаешь, какой часовой пояс в этом городе, через Google, например, и задаешь вручную в настройках телефона этот часовой пояс. Там будет плюс 6 в данном случае. После того, как поставишь пояс, установи точное время и точную дату для твоего города. Еще раз, даже если твоего Задрищенска нету в списке возможных городов, неважно. Главное, чтобы число там плюс 2 часа, плюс 3 часа соответствовало этому же числу твоего города. А какое там рядом название стоит, неважно. Перезагрузи телефон и попробуй. Но если при этом ошибка осталась, причем ошибка с воспроизведением музыки есть не только в приложении ВКонтакте, но и в браузере, то есть если зайти на телефоне через браузер ВКонтакте, то там тоже есть эта ошибка, то, скорее всего, чудит твой провайдер, либо оператор сотовой связи, через которого ты выходишь в интернет. Поскольку здесь у нас Казахстан, они вообще очень любят там почудить с интернетами. Чтобы проверить эту теорию, нужно, если ты, допустим, подключен к Wi-Fi, подключиться наоборот к 4G или 3G сети, либо, если ты подключен к 4G или 3G, наоборот, подключиться к Wi-Fi, либо, если у тебя нету мобильного интернета, то подключиться к какому-нибудь другому Wi-Fi. Например, к друзьям сходить или в кафе какой-нибудь. Ну, в общем, найдешь где-нибудь другой Wi-Fi, чисто, чтобы проверить, работает ли музыка, если ты подключен к другому Wi-Fi. Если музыка работает, значит, чудит твой интернет-провайдер, как я уже сказал. Соответственно, если это Wi-Fi, то можно попробовать перезагрузить роутер. Если это не помогает, либо у тебя, наоборот, сотовый интернет, то нужно попробовать перезагрузить телефон и тупо подождать. Возможно, твой IP-адрес забанен на стороне ВКонтакте. Такие баны обычно временные, и со временем этот IP-адрес разбанится. Либо, допустим, через денек ты получишь другой IP-адрес, у которого не будет проблем с доступом к серверам ВКонтакте. Ну или твой говнопровайдер починит маршрут до серваков ВКонтакте. В общем, подождать — это неплохой вариант решения этой проблемы. Я бог Ютуба. Лайк, подписка, бубенцы.